Если говорить о шариате и правах человека в Исламе, здесь огромное значение имеют права родителей. Отец и мать занимают высокое положение в Исламе. Благодарность им связана с благодарностью Всевышнего. Всевышний говорит «Благодари меня и своих родителей». Хорошее отношение к родителям связано с признанием Всевышнего, с поклонением Господу и Единобожием. Аллах сказал «Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям». Всевышний объединил служение Ему и проявление добра родителям. Это великая речь. Это аманат Всевышнего. Творец сообщает об отношении к родителям, обращаясь к своим рабам. В этом священном аяте Аллах говорит «Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям, если один из родителей или оба достигнут старости». Старость – период жизни, когда люди больше всего нуждаются в оказании им помощи, в добром отношении. В этот период наиболее важно хорошее отношение к ним, даже если дети хорошо относились к ним в молодости, в зрелом и более преклонном возрасте. Всевышний указал на этот период времени из-за крайней нужды человека в том, кто будет ухаживать за ним в старости, а также потому, что известно, человеку тяжело заниматься различными делами в этом возрасте. Всевышний обозначил этот этап жизни, сказав «Если один из родителей или оба достигнут старости, не говори им «фу» и не кричи на них». Всевышний велит продолжать соблюдать то, что вменил в обязанность, проявляя к людям добро. Пророк, мир мое богословение, сказал «Если бы было известно слово менее пренебрежительнее, чем «тфу», Всевышний упомянул бы его». То есть самое малое, что их может огорчить, это не слова «замолчи», «не разговаривай», а слово «фу». Необходимо выбирать наиболее приятные слова в присутствии отца и матери. Всевышний сказал смысл. «Не говори им «фу» и не кричи на них, а говори им слово «благородное». Говори «благородное», будь благородным, великодушным. Благородный человек далек от упреков причинения вреда. Великодушный человек вселяет радость в сердца, успокаивает души, спокойно слушает. Великодушие в том, чтобы слушать спокойно своих родителей, проявляя к ним уважение. Аллах велел, говори им слово «благородное». Творец приказал нам смысл. И преклоняя перед ними обоими крыло смирения. Недостаточно просто хорошего отношения к родителям, приятной речи. Недостаточно даже не произносить слово «уф». Вместе со всем этим необходимо пытаться угодить им смысл. И преклоняя перед ними обоими крыло смирения. Помимо этого, просите для родителей милость. Смысл. «О мой Господь Аллах, смилуйся над моими родителями так же, как они проявили милосердие ко мне, воспитывая меня в детстве, когда я был маленьким». Это все относится к отцу и матери. Такое положение установилось с приходом шариата и сохраняется исламом поныне. Все, что касается уважения к родителям и в общем, и в каких-то определенных аспектах, вызывает признание, одобрение всех мусульман. Шариат требует хорошего отношения к матери и отцу от каждого. В некоторых странах родители зачастую живут в домах престарелых, брошенные там детьми. Но в то же время многие люди в немусульманских странах с почтением относятся к родителям. Есть те, кто видит оказание добра родителям важным делом в этой жизни. Люди различны в плане отношения к родителям. Мусульманам необходимо поддерживать все то, что соответствует шариату, благоприятствуя этому и поощряя. Но в шариате все намного глубже относительно того, что было упомянуто. Есть связь благодарности родителям с благодарностью Всевышнему. Вспомним человека, который нес на спине мать из Йемена до почтенной Каабы, совершая паломничество. Встретив Умара, да будет довольна им Аллах, возле Каабы он спросил его, «Исполнил ли я свой долг перед матерью?» Умар, да будет довольна им Аллах, ответил, «Не исполнил». Человек сказал, «Я нес ее на спине, я был для нее слугой, одевал ее, помогал в омовении, следил за ее чистотой». Умар, да будет довольна им Аллах, ответил, «Все, что ты делал, меньше одного ее стона при твоем рождении. Как же быть с другими стонами?» Это великий и выдающийся пример, взятый с подвижниками от пророка, мир ему и благословения. Благодаря этому мы узнаем, каким образом установлен изумительный порядок отношений. Мы читаем в достоверных сборниках, что однажды пришла к пророку, мир ему и благословения, Асма, да будет довольна ее Аллах, дочь Абубакра, да будет довольна им Аллах, мать которой продолжала находиться в неверии и многобожии. Это было во время худайбийского перемирия. Мать пришла в Медину, где находилась Асма, да будет довольна ее Аллах. Асма, да будет довольна ей Аллах, помогала пророку, мир ему и благословения. Каждую ночь она приходила в пещеру и приносила еду пророка, мир ему и благословения, и абу-бакру, да будь довольна им Аллах, не пропустив ни одной ночи. Асма, да будь довольна ее Аллах, спросила пророка, мир ему и благословения. Пришла моя мать, она многобожница, мне поддерживать с ней отношения? Он сказал, поддерживая с ней отношения, пророк, мир ему и благословения, узаконил права матери, даже если она многобожница. Коран ясно гласит об этом праве. Даже если родители не просто неверующие, а к тому же пытаются помешать ребенку в соблюдении ислама, необходимо хорошо к ним относиться, соблюдая их права, будь то отец или мать. Если они сражаются с тобой, призывая к многобожию, не подчиняйся им, но будь с ними добр в этой жизни. Не повинуйся им в многобожии и в грехе, но не будь халатным в проявлении добра, соблюдении их прав, прислуживании им во всем том, в чем они нуждаются. Когда пророк, мир ему и благословение, отправлялся со сподвижниками на джихад, к нему обратился человек и попросил разрешения сопровождать их. Пророк, мир ему и благословение, спросил его, живы ли твои родители? Да, ответил он, это и есть твой джихад, сказал посланник Аллаха, мир ему и благословение. Пока родители нуждаются, джихад их чада рядом с ними. Ухаживая за родителями, это будет твоим джихадом. Другой, оставив своих родителей в слезах, пришел к пророку, мир ему и благословение, чтобы принести ему присягу для присоединения к хиджре к джихаду. Пророк, мир ему и благословение, сказал, вернись к ним и заставь их смеяться так же, как ты заставил их плакать. Он не принимал этих людей для похода на джихад, отправляя к родителям. Это великие основы соблюдения прав родителей. Каждый человек, достигший преклонного возраста, почитается по предписанию шариата. Если родители, мусульмане, их почитают, одним из видов возвеличивания Аллаха является почитание мусульман, обладающего сединами. Если же родители не мусульмане, достигшие пожилого возраста, им так же помогают и почитают их, желая приближения ко Всевышнему. Как же прекрасен шариат. Теперь о том, к кому по исламу более хорошее отношение. У пророка, мир ему и благословение, спросили, кто из людей наиболее достоин моего хорошего отношения, то есть дружбы, уважения, доброго отношения. Кто же этого более достоин? Друг, коллега, партнер торговли. Посланник Аллаха, мир ему и благословение, ответил, твоя мать. Благонравие, приятного обращения, хорошего отношения, более всего на земле достойна мать. А затем кто? Твоя мать. А затем кто? Твоя мать. А затем кто? Твой отец. Третий или четвертый раз спрашивающему ответили об отце. Матери отдана предпочтение, потому что она более всех исполнена любви. Она терпит боль и страдания при беременности, при рождении, воспитании, более всех. Хоть и велики права отца, но все-таки прав у матери на хорошее отношение больше. Что касается обеспечения, благодеяний, то у матери в этом преимущество. Что касается почета, уважения, то тут отдают предпочтение отцу. Права обоих родителей очень почитаются, и их обязательно нужно соблюдать. Как же мы должны родители почитать, если они не мусульмане? Ведь они стали причиной Твоего нахождения в исламе и Твоего наставления на путь Всевышнего. В шариате велико положение прав родителей, соблюдение их прав и наставления к этому людей. Да одарит нас Всевышний способностью оказывать добро родителям, детям, и сделает нас предводителями наставленных, и улучшит наши дела, как дела праведников. И вся хвала Всевышнему. Субтитры создавал DimaTorzok